Привет, я Мороз. Давненько мы с вами не виделись, черт возьми. С момента выхода последнего видео прошло почти два месяца, и многие из вас начали спрашивать меня, где видео, что случилось с каналом и куда я пропала. И я уже даже хотела писать длинный видос с объяснениями о том, что происходит, но на самом деле все можно объяснить в одно предложение. Мне кажется, что все, что я делала до этого, говно. Ну ладно, в целом материал нормальный, но монтаж и картинка мне не нравятся от слова совсем. И теперь я решила изменить многие штуки. Как минимум вы видите, что я снимаю на камеру. Да, это моя беззеркалка, у которой хлопает зеркало. Короче, вы знаете, что я не люблю растягивать начало видео. Я давно обещала рассказать вам про теорию цвета, и сегодня будет первый выпуск с этой серии. Погнали! Сегодня мы не будем касаться темы того, что цвет это волна, которая имеет длину, потому что нам это не нужно. Я также не буду долго останавливаться на том, что разные люди видят один и тот же цвет немножко по-разному. Это важно иметь в виду. Цвет давно стал предметом изучения. Его изучали, например, Ньютон и Гёте. Гёте. Чёрт. Они тоже создавали свои варианты разложения цветов. Но самую удобную модель для таких людей, как мы, для творцов, я имею в виду, создал Итан. Вот он круг Итана, которым пользуются дизайнеры, фотографы, художники и другие творческие люди. Он состоит из 12 цветов. И сейчас я расскажу, как это всё работает. Как мы все либо знаем, либо догадываемся, фотография вышла в непосредственные живописи. А в живописи основными цветами, которые нельзя получить смешением других цветов, считались жёлтый, красный и синий. Они легли в основу цветового круга Итана, как первичные цвета. Иногда их называют цветами первого порядка или основными. Они образуют в круге равносторонний треугольник. Далее идут цвета вторичные. Они получаются путём смешивания первичных. Это зелёный, фиолетовый и оранжевый. Вторичные цвета также называют цветами второго порядка или составными. И, наконец, идут 6 третичных цветов. Они получаются путём смешивания одного первичного и одного вторичного цвета. Получается что-то вроде этого. И становится немного непонятно, где же белый, черный, коричневый, бирюзовый и другие цвета. И здесь одна важная деталь. Эти цвета это именно цвета. Все остальное это оттенки. Мы можем растянуть любой цвет в сторону белого или в сторону черного. Таким образом сделав его более пастельным или более темным. Вот так выглядит растянутый цветовой круг. Мы можем поделить его на теплые и холодные оттенки. Окей, с кругом разобрались, но что такое гармония? Гармония это приятное глазу сочетание цветов. Но я хочу, чтобы вы параллельно держали у себя в голове то, что творчество не обязательно упирается только в гармоничные сочетания. Вы можете очень круто создавать негармоничные, диссонирующие сочетания цветов, если вам нужно добиться такого эффекта. И это может выглядеть очень круто, дерзайте! Первый вид гармонии аналоговая. Ее также называют гармонией родственных цветов. Это гармония трех или четырех цветов, которые находятся на цветовом круге рядом. Такой вид гармонии считается одной из наиболее приятных глазу и естественных. Следующий вид это контрастная или комплементарная гармония. Для ее создания берутся цвета, которые находятся на круге друг напротив друга. Здесь важно знать, что нельзя взять просто равное количество зеленого и красного, и это будет смотреться круто. Каждый цвет можно охарактеризовать по трем пунктам. Оттенок, насыщенность и светлота. Поэтому для создания контрастной гармонии имеет смысл поиграть с этими значениями, чтобы цветовое сочетание было наиболее приятным глазу. Это раздельная комплементарная гармония. Она хороша для расставления акцентов. Триадная гармония. Одна из наиболее простых, но наиболее эффектных. Когда я только начинала изучать цветовую теорию два года назад, свою первую съемку именно с учетом знания о цветовых гармониях я провела именно по такой схеме. Не могу сказать, что результат получился супер классным, и теперь снимки выглядят, наверное, странно, но что-то из этого до сих пор есть у меня в портфолио. Двойная комплементарная гармония. Два цвета, которые находятся друг напротив друга, мы берем дважды. Она может быть очень эффектной, но ее довольно сложно реализовывать, потому что, как мы помним, цвета в равных пропорциях брать нельзя. Нужно обязательно играть с насыщенностью, светлотой и оттенком. Это базис цветовой теории и основные виды гармоний. В следующих выпусках на эту тему я поделюсь какими-то своими личными предпочтениями на этот счет, рассуждаю о цвете, о том, какие цвета делают фотографию художественной, какие могут ее испортить. Поэтому подписывайся, чтобы не пропустить. Лайк за мое возвращение! Лайк за мое возвращение, если это видео было полезным. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok